Все они очень разные, как и положено настоящей женщине. И у каждой из них, я бы сказала, есть своя тайна или изюминка, которая так нужна настоящей женщине, о чём любой мужчина скажет вам с удовольствием. С удовольствием этот факт подтвердит. Это телеканал СТ, и мы начинаем интеллектуальное шоу «Самый умный пюс». Дамы и господа, вы только полюбуйтесь, какая роскошная картина, какая команда, где те художники, которые напишут эти удивительные образы. Рубин, Самодильяни, Боттичелли, где вы? Я с удовольствием представляю претендентов на титул «Самый умный пюс». И под номером один на этот игровой подиум выходит, конечно же, главная красавица отечественного телевидения Анфиса Чехова. Здравствуйте, Тина. Мой пюс часто называли самым большим, самым красивым, но вот самым умным его ещё никто не называл. Я надеюсь сегодня заслужить это звание. Актриса, телеведущая, красавица, Аврора! Здравствуйте, здравствуйте, девушки, здравствуйте, Тина, здравствуйте, дорогие зрители. Я приехала из города Орехово-Зуево. Приехала в Москву и с тех пор здесь живу. Не поверите, но единственный раз, когда я выиграла в конкурсе, это был конкурс телеведущих. С тех пор моя жизнь перевернулась. Быть может, сегодня мне тоже повезёт. И это будет вновь поворотным моментом в моей судьбе. Группу Ассорти представляют Арина Рис и Ольга Батлина. Вы знаете, ради участия в этой передаче последние два дня я побывала на сайте как раз программы «Самый умный», штудировала там знания, так что я надеюсь, что очень хочется в это верить, что сегодня я отвечусь не только красивым билстом, но и знаниями. Всех здравствуйте, всех поздравляю с весной. Меня зовут Арина, я пою в группе Ассорти и продолжаю писать песни, писать музыку и стихи. Я радуюсь жизни. Самая колоритная звезда нашей эстрады Виктория Пьер-Мари. Здравствуйте, уважаемые зрители. Привет, Теночка. Спасибо всем, что пригласили меня в эту авантюру. И естественная форма моего существования – это просто песня. What to be someday, I got to be, I love you people. Карина Кокс, группа «Плестящий». Спасибо. Здравствуйте всем, меня зовут Карина Кокси, я приехала из Санкт-Петербурга, живу в Москве уже 5 лет, занимаюсь пением, люблю все экстремально и все, от чего толстее. Группа «Плестящий» представляет. Надя Ручка! Здравствуйте всем, здравствуйте, Тиночка. Я Надя Ручка. Я приехала из города Нико, Днепроведровской области. Тиночка, я не люблю свою жизнь тратить на сон, поэтому очень часто хочу спать. Надеюсь, я начну засыпать, вы ее разбудите, ради бога. Аня Дубовицкая! Привет всем! Я Дубовицкая Анна, новая солистка группы «Блестящие». Я прошу вас строго меня сегодня не судить, я блондинка, одела самый умный наряд в своем гардеробе, надеюсь, он мне поможет. Нахтя Осипова! Всем здравствуйте, здравствуйте, Тиночка. Очень приятно здесь находиться, среди умных, красивых барышень. Я тоже надела свой самый умный наряд на свой красивый бюст, но все-таки блондинец цвет волос никуда не скрыть. Будем доказывать. Наташа Фриске! Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Наташа, я из города Москвы. Я очень люблю своих родителей, очень надеюсь, что сегодня дойду до финала, и мой папа будет меня гордиться. Певица, выпускница в фабрике, звезд Наташа Подольская! Привет всем, здравствуйте, Тиночка. Очень рада тоже сегодня принимать участие в этой программе. Обожаю интеллектуальные шоу, всегда смотрю их по телевизору и угадываю все, честное слово. А вот посмотрю, что будет здесь. Актриса и телеведущая, муза Тимати, Виктория Боня! Я приветствую всех, сегодня нет мужчин, просто если бы они были, было бы проще считать по их антенкам информацию, так как одни женщины, мой бюст не претендует на самую умную, у него самый маленький ум, я все-таки надеюсь, конечно, на победу, но она, я думаю, ну, надеюсь, просто надеюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец-то, вице-чемпионка мира по фигурному катанию, Елена Соколова! Здравствуйте всем, здравствуйте, Тиночка. Знаете, я всю жизнь провела на льду и думала, что коньки – это продолжение моей ноги, но проведя какое-то время, я поняла, что неплохо могу рассекать и на шпильках. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, хоть это мне поможет сегодня. Около какого бюста окажется сегодня этот котик, вы узнаете только по окончании нашего интеллектуального шоу. Давайте раз и навсегда определим, какой бюст самый умный в нашей стране – самый большой или все-таки самый маленький. Мяу! До конца передачи осталось не так уж много времени. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты можешь сказать эту фразу быстрее меня? Зайди на video.mail.ru, участвуй в конкурсе «Переговорите на Канделаки» и выиграй приглашение на съемку программы «Самый умный взрослый» и плакат с моим автографом. Ну что ж, дорогие леди, вы готовы сыграть? Да! Да? Или все-таки нет? Да! Давайте в конце концов докажем мужчинам, в чем наша сила. Бюст – это только, наверное, начало сил, а все-таки окончание сил находится в голове, я надеюсь. Поэтому давайте сегодня это достойно всем докажем. И для начала сыграем первый раунд. В первом раунде я задаю вам 18 обязательных вопросов. 18. Вы меня поняли? Каждому варианту ответа предлагается 4 варианта ответа. 4 варианта ответа. Дальше вы должны выбрать из этих 4 предложенных вариантов ответа единственно верный. У вас есть 5 секунд на размышление. После 18 обязательных вопросов я надеюсь, что я смогу назвать шестерку полуфиналисток, которая продолжит борьбу за звание «Самый умный бюст». Так как все мы женщины, конечно же, все темы будут связаны с женскими секретами и тайнами. Естественно, о гайках, ключах и набалдашниках мы говорить не будем. Поэтому не волнуйтесь, темы легкие, темы близкие каждой из нас. Поэтому вы готовы? Ну что, с Богом! Мы начинаем первый раунд! Девочки, внимание! Первый вопрос. Какую особую примету имела сказочная Баба-Яга? Костяную ногу, бриллиантовую руку, вставную челюсть или силиконовый бюст? Какую особую примету имела сказочная Баба-Яга? Баба-Яга, костяная нога, первая женщина с тюнингом? И все справились с заданием! Я перехожу ко второму вопросу. Какая из этих сказочных героинь так и не вышла замуж? Ах, бедняжка, белоснежка, золушка, дюймовочка или русалочка. Какая из этих сказочных героинь так и не вышла замуж? К сожалению, русалочка-девочки так и не вышла замуж. Принц оказался негодяем. И десять из вас справились с заданием. Я перехожу к третьему вопросу. Какой овощ, завезенный в Европу после открытия Америки, французы называли яблоком любви? Редис, помидор, свеклу или тыкву. Какой овощ, завезенный в Европу после открытия Америки, французы называли яблоком любви? Это помидор. На нем многие учились целоваться, поэтому десять из вас отгадали помидорчик. Я перехожу к четвертому вопросу. Внимание! Как звали ревнивого шекспировского мавра, мужа Дездемоны? Акелла, Атилла, Отелла или Ациола? Как звали ревнивого шекспировского мавра, мужа Дездемоны? Ну, конечно, Наташа Фриске – это от Элла. И слава богу, что в вашей жизни еще не было таких мавров. Одиннадцать девушек справились с заданием. Я перехожу к пятому вопросу. Дочерью музыканта какой легендарной рок-группы является голливудская красавица Лив Тайлор? Иглз, Киз, Айра Смит, Нирвана. Дочерью музыканта какой легендарной рок-группы является голливудская красавица Лив Тайлор? Это та, у которой свои несиликоновые губы и замечательная голливудская улыбка. Кстати, про это знают все девушки на игровом подиуме. Я перехожу к шестому вопросу. Это фото-вопрос. Смотрим на картинку. Кто из художников изобразил себя женой на этой картине? Ренуар, Римбрандт, Рафаэль или Репин? Кто из художников изобразил себя женой на этой картине? Это был девочке Римбрандт. И семеро из вас правились задания. Я перехожу к седьмому вопросу. Какой Анне по версии Александра Дюма объяснился в любви Джордж Вильерс, герцог Бекингем? Анне Австрийской, Анне Болейн, Анне Иоанновне или Анне Ярославовне? Какой Анне по версии Александра Дюма объяснился в любви Джорджа Вильерс, герцог Бекингем? Известно, что бедная девочка вышла замуж за Людовика 13-го возраста и 14-ти лет. Анфиса Чехова, возьмите на заметку. Это Анна Австрийская. В 14 лет девочки уже выходили замуж. И вместе с Анфисой Чеховой шестеро девушек, то есть семеро девушек, справились с заданием. Переходим к восьмому вопросу. Как называется большой пляжный платок, надеваемый поверх купальника? Буа, жабо, манто или парео. Как называется большой пляжный платок, надеваемый поверх купальника? Именно такой платок украшал другое достоинство Бонни в клипе Тимати. Это достоинство закрывалось в парео, и все видели клипы, все украшали свою попу парео. И все справились с заданием. Девочки, у меня хорошие новости. Можно посмотреть на турнирную таблицу для того, чтобы узнать, кто как стартовал. На все вопросы правильно ответила Анфиса Чехова, восемь баллов. Следом идет Виктория Пьер-Мари, восемь баллов. И у Виктории Боня тоже восемь баллов. Таким образом, имя, означающее победу, пока себя оправдывает. У четверых игроков по семь баллов. И, девочки, хочу вам сказать, что еще у четверых девочек по шесть баллов и одной пять баллов. Дорогие мои леди, хочу вам сказать, что у нас перебит десять обязательных вопросов. Они решающие. Подкидывайте носики, потому что буквально через несколько минут после рекламной паузы на телеканале СТС мы продолжим борьбу за звание «Самый умный бюст». Мы продолжаем «Звездные войны» на «Самом умном». Сегодня за титул «Самый умный бюст» сражаются настоящие женщины. Позади восемь вопросов первого раунда, и мы продолжаем борьбу. Я задаю вам девятый вопрос. Какой цвет волос характерен для стиля а-ля Мэрлин Монро? Каштановый, огненный, платиновый и листиня черный. Какой цвет волос характерен для стиля а-ля Мэрлин Монро? Крашеные перекисью волосы – неотъемлемая часть эпохи. И, конечно, всех справились задания. Это платиновый цвет, если, конечно, вас хорошо покрасили. А если плохо – перегидрольный. Перехожу к десятому вопросу. Какими духами пользовалась роковая блондинка? Анна Сергеевна, героиня фильма «Бриллиантовая рука». Красная Москва. Шанель номер пять. Сирень. Или серебристый ландыш. Какими духами пользовалась роковая блондинка? Анна Сергеевна, героиня фильма «Бриллиантовая рука». Она пользовалась духами. Шанель номер пять. И десять из вас справились с заданием. Позвольте перейти к одиннадцатому вопросу, дорогие леди. Внимание на экран. Какая древнегреческая богиня, согласно мифам, родилась из морской пены? Представляете, как легко произошел процесс деторождения? Афродита, Персифона, Гера или Семида? Какая древнегреческая богиня, согласно мифам, родилась из морской пены? Это была Афродита. И все справились с заданием. Двенадцатый вопрос. Это фото-вопрос. Давайте все вместе еще раз посмотрим на экран. Какой киноактер был номинирован на премию «Оскар» за исполнение роли этой дамы с пышным бюстом? Роберт Де Ниро, Ричард Гир, Джим Керри или Дастин Хоффман? Какой киноактер был номинирован на премию «Оскар» за исполнение роли этой дамы с пышным бюстом? Это фильм «Тутси». Все справились с заданием. Конечно, это Дастин Хоффман. Двенадцатый вопрос. Какая восточная правительница в качестве платы за ночь любви требовала жизнь своего поклонника? Клеопатра, Нефертити, Семирамида или Шехерезада? Какая восточная правительница в качестве платы за ночь любви требовала жизнь своего поклонника? Согласитесь, если бы он ей понравился, она бы его оставила на вторую ночь. Но, видимо, никто так и не понравился Клеопатре. И десять из вас справились с заданием. Я перехожу к четырнадцатому вопросу. Какой из этих терминов обозначают обнажение женской груди на пляже? Десктоп, топлесс, биотоп и лёфтопик. Каким из этих терминов обозначают обнажение женской груди на пляже? Ну, конечно, это топлесс. И, пожалуйста, поднимите руки, кто так загорает на пляже. Я. Все справились с заданием. И только Виктория Боня призналась, что она загорает топлесс. Могу себе позволить, после четырнадцати обязательных вопросов настало время еще раз посмотреть на турнирную таблицу. Ни одной ошибки не допустили трое девушек. Это Анфиса Чехова. Четырнадцать баллов. Следом идет Виктория Пьер-Мари. Четырнадцать баллов. И Виктория Боня. Четырнадцать баллов. Что еще раз подтверждает, что размер бюста никак не влияет на ум. Кто входит в эту пятерку, поняла, девочек? Аврора с результатом тринадцать баллов. И Наташа Подумская, которая на самом деле, видимо, по-настоящему отгадывает сложные викторины по телевизору. У пятерых девочек, включая практически наполовину группу «Блестящие» и отчасти группу «Ассортиз» по двенадцать баллов. У одной девочки один футбал, у одной десять баллов. Я перехожу к пятнадцатому вопросу. Внимание на экран. В Варико-Коперной героине есть слова «Любовь, дитя свободы». Аида, Чучу-Сан, Кармен или Иоланта. В Варико-Коперной героине есть слова «Любовь, дитя свободы». Это опера «Кармен». И восемь из вас справились в задании. Я перехожу к шестнадцатому вопросу. Это фото-вопрос. Давайте все вместе посмотрим на экран. Какое время года символизирует эта женщина на картине Сандра Боттичелли? Зима, весна, лето, лёсень. Какое время года символизирует эта женщина на картине Сандра Боттичелли? Ну, конечно же, это весна, дорогие девочки. И семеро из двенадцати справились с заданием. Радуются Вика Боня и Наташа Подольская. Они знали картину Сандры Боттичелли. Семнадцатый. Обязательный. Предпоследний вопрос. Внимание на экран. Какая правительница вошла в историю под прозвищем королева-девственница? Елизавета. Анна. Изабелла или Мария. Какая правительница вошла в историю под прозвищем королева-девственница? Я замужем за Англией, говорила королева Елизавета. Хотя, поверьте мне, у неё были любовники. И одиннадцать из вас справились с заданием. Последний. Обязательный. Решающий. Восемнадцатый вопрос. Внимание на экран. Кого Остап Бендер называл знойной женщиной, мечтой поэта? Мадам Бомпадур. Мадам Грисацуева. Мадам Бавари. Или мадам Брошкина. Кого Остап Бендер называл знойной женщиной, мечтой поэта? Это была... Мадам Грисацуева. И все справились с заданием. Ну что ж, дорогие девочки. Настало время рассказать вам об итогах первого раунда. Виктория Пьер Мари, восемнадцать баллов, ни одной ошибки. Виктория Пьер Мари, восемнадцать баллов, ни одной ошибки. Один раз ошиблась Анфиса Чехова. Но тем не менее, в полуфинале нашей игры с результатом семнадцать баллов. Следом за ней идет Наташа Подольская. Семнадцать баллов. И Арина Ритти и Ольга Ватлина с результатом шестнадцать баллов замыкают счастливую пятерку. Что происходит дальше? У Авроры пятнадцать баллов. У Карины Кокс пятнадцать баллов. У Наги Ручка пятнадцать баллов. И у Наташи Фриске пятнадцать баллов. У двоих девочек по четырнадцать баллов. И у одной девочки тринадцать баллов. Сейчас я начну задавать вам дополнительные вопросы. Та из вас, которая наберет максимальное количество баллов, пройдет в полуфинал. Девочки, которые прошли в полуфинал, отдыхают. А девочки, которые в полуфинал еще не прошли, продолжают борьбу. Внимание, я задаю девятнадцатый дополнительный вопрос. Какой из этих материалов в старину использовали при изготовлении корсетов? Слоновый бивень, оленерок, китовый уз или медвежий коготь. Какой из этих материалов в старину использовали при изготовлении корсетов? Ну, конечно, это был китовый уз. И все справились с заданием. Значит, ничего не изменилось. Двадцатый дополнительный вопрос. Как древнегреческой мифологии называлась представительница воинственного племени женщин? Амазонка, Луарра, Амударья или Волга? Как древнегреческой мифологии называлась представительница воинственного племени женщин? Амазонки не нуждались в мужчинах? Да, все справились с заданием. Двадцать первый дополнительный вопрос. Это фото-вопрос. Все вместе смотрим на экран. Матерью какой голливудской кинозвезды является эта актриса, прославившаяся исполнением главной роли в трилле Альфреда Хичкока «Птицы»? Дэми Мур, Шэрон Стоун, Ким Бэйсингер или Мелани Гриффит? Матерью какой голливудской кинозвезды является эта актриса, прославившаяся исполнением главной роли в триллере Альфреда Хичкока «Птицы»? Это мама Мелани Гриффит. И вот маму Мелани Гриффит уже узнала только четверо девочек. Но тем не менее, давайте посмотрим на турнирную таблицу, что изменилось. Аврора, 18 баллов! Карина Кокс, 18 баллов! И Наташа Фриске, 18 баллов! А борьба продолжается, потому что, к сожалению, шестой полуфиналистка сможет стать только одна из вас. 22 вопрос, внимание на экран. Во времена какой из этих правительниц была модной высокая прическа в виде корабля-фрегата? Мария Антуалетты, Клеопатры, Анны Ярославовны или Виктории? Во времена какой из этих правительниц была модная высокая прическа в виде корабля-фрегата? Кстати, прическа называлась Бэль-Пуль. И я хочу вам сказать, что пятеро из вас справились с заданием. Смотрим турнирную таблицу. Могу ли я прямо сейчас назвать еще одну полуфиналистку? Нет! Аврора, Карина Фокс и Наташа Фриске благополучно справились с этим вопросом. Борьба продолжается. Мы переходим к 23-му дополнительному вопросу. Как называются? Кавалерийские сапоги с высокими голенищами, ставшие в наши дни модной женской обувью. И чиги, ботфорты, катурны или сабо. Как называются кавалерийские сапоги с высокими голенищами, ставшие в наши дни модной женской обувью? Ну, конечно, это ботфорты. И вы знаете, кто не носил короткую юбку с ботфортами, тот не играет в самые умные. Все справились с заданием, безусловно. Но я вхожу к последнему дополнительному вопросу. Над кем одержала победу над Ирлеаном французская армия, возглавляемая Жанной Дарк? Над турками? Над шведами? Над англичанами? Или над испанцами? Над кем одержала победу под Ирлеаном французская армия, возглавляемая Жанной Дарк? Это была английская армия над англичанами. И тут-то всего лишь четверо игроков справились с заданием. Закончились дополнительные вопросы. А самый умный бюст, который стал шестым в полуфинале, уже знает про это или не догадывается? Дамы и господа, это Аврора! С результатом 21 балл! А она проходит полуфинал сегодняшней игры для того, чтобы продолжить борьбу за звание «Самый умный бюст». Пробовая нервничай. А вот это была борьба! Девочки, а еще кто-то после этого скажет, что у кого-то из нас пластическая операция? Да мы готовы доказывать натуральный интеллект нашего бюста в отчаянной борьбе. Таких схваток давно не было на звездных войнах. Те из вас, которые не прошли полуфинал сегодняшней игры, Девочки, вы красавицы! Вы радуетесь своим внешним видом изо дня в день. Все население России, не только. Но! Вы знаете, я счастлива, что у нас есть такая возможность теперь звездам играть в программе «Самый умный». Потому что многие говорят, да, у нее красивая грудь, да, у нее милая мордашка, да, у нее длинные ноги. Но никто не подозревает, что скрывается у вас здесь. Дорогие женихи, прежде чем завоевать сердце такой женщины, хорошо подумайте, сможете ли вы ее превзойти интеллектуально. Спасибо вам за блистательное участие в нашей сегодняшней игре! До встречи на сцене! И всего вам хорошего! А теперь напоминаю шестерку полуфиналиста, которые будут бороться за звание «Самый умный бюст». Виктория Пьер-Марин! Виктория Боня! Ансиса Чехова! Наташа Подольская! Арина Рисольга Батлина! И замыкает эту шестерку путем сложной борьбы за это звание «Аврора». До встречи в полуфинале он будет... Как вы говорите в программе Афиса Чехова, жарким? Угу. Горячий. До встречи в полуфинале он будет горячий. Вот это места. Во вторник. В здании резвится инопланетная тварь. Пускай резвится. Охота на пришельцев уже объявлена. Но есть одна проблема. Как я узнаю, что ты это ты? Посмотрим, кто хитрее. Помогите ко мне. Дональд Сазерленд или Кукловоды. Во вторник в 21.30 на СТС. Три премьерных выпуска. С 4 по 6 мая. Слава Богу, она шутит о личной жизни. На глазах у всей студии я изменяю Ксении Собчак с Бандерасой. Слава Богу, все сыты. Она сожрала? Самые свежие импровизации. Я вот хочу, как Брюс Виллис, вот выйти. Ей, 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 ей. Самые небородатые анекдоты. Как вам моя борода? Слава Богу, ты пришел. Самая добрая программа на телевидении. С 4 по 6 мая в 0.30 на СТС. Сегодня. Девочки, что? Кажется, я нашла. Он такой романтичный. Ты прекрасна. Она такая милая. Да, или нет. Но кто из них блефует? И главное, зачем? Вот как это делается. Вот как это делается. Скоро узнаете. У меня для тебя сюрприз. Как отделаться от парня за 10 дней? Хороший вопрос. Сегодня в 21.00 на СТС. Звездные войны на самом умном продолжаются. Сегодня на игровом подиуме настоящие женщины. А на кону титул «Самый умный бюст». В игре шестеро лучших девушек. Давайте определим в начале порядок, в котором вы будете стартовать во втором раунде. Игра на дешифровщика. Вам нужно расшифровать слово, предложенное в виде комбинации цифр. Так же, как и на кнопках телефонного аппарата. Например. Слово из трех букв, обозначающее окольцованного мужчину. По цифре 4 скрывается буква М. Под цифрой 7 буква У. И под цифрой 3 буква Ж. Ничто иное, как мужчина, который является мужем. На экране сейчас появится ваше задание. Это молочная женщина. Шесть букв. Время пошло. Есть первый ответ. Есть второй ответ. Есть третий ответ. Есть четвертый ответ. Доярка. 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 Идут небольшие консультации между Викторией, Пьер-Марией и Натальей Подольской. Добрая Наташа Подольская подсказывает всем, кто быстрее пишет. И с двух век быстрее пишет все-таки Боня. Списывает точнее. Но для начала ответ на этот вопрос, конечно же, был доярка, дорогие девочки. Это молочная женщина. И стартовать в полуфинале наши леди будут в таком порядке. Первая Аврора. Вторая Альфиса Чехова. По третьим пультом, точнее у третьего пульта, Арина Ричиольда Ватрина, группа Ассарки. Пультомик 4, Наташа Подольская. Пятая Виктория Боня. И шестая Виктория Пьер-Мари. В этом раунде, девочки, вам предлагаются 12 категорий знаний. Это искусство, кино, королевы, косметика, литература, мода, романсы, сладости, спорт, страсть, цитаты и секрет. Я буду читать вам вопросы, а вы будете видеть их на экране. Главное, дать как можно больше правильных ответов за одну минуту. Девочки, понятно? Всем удачи. Честно, понятно? Итак, внимание, мы начинаем с раунда. По результатам дешифровщика, первой в борьбу вступает Аврора. Здравствуйте, дорогая Аврора. Здравствуйте. Ну, наверное, не будем мы с вами прикидываться, мы друг друга знаем давно, мы с вами дружим, поэтому я с вами буду на «ты». Но так как мы боимся за звание «самый умный бюст», соответственно, мне бы хотелось у каждой из вас узнать, а были ли сомнения в собственном бюсте когда-либо? В его размере? Или в желании что-то в нем изменить? Если бы я сомневалась, я бы уже что-нибудь, наверное, сделала. Но подожди, сколько начинается. А на это существует другое правило, не зарекайся. А также, как говорил Теймс Монд, никогда не говори никогда. Тогда цитаты. Тогда цитаты. Мужчины обращают внимание... Кстати, кажется, тебе, да, принадлежит фраза, что в первую очередь они смотрят в глаза, нет? Да, в глаза, конечно. Они все смотрят в глаза. Мужчины на бюст вообще не смотрят, девочки. Да. Такие большие такие глаза, которые чуть ниже подбородка, знаешь. Но, тем не менее, мы-то все-таки гораздо интеллектуальнее, поэтому мы их оцениваем по другим достоинствам. Что в мужчинах тебе важно больше всего? Ну, я вот как раз выбираю тех мужчин, которые все-таки смотрят в глаза. В глаза. Дальше, начинай же разговаривать. Может быть, он просто, у него, ты понимаешь, какие-то проблемы со зрением, он просто не может смотреть вбок. В согласии. Например, да. Поэтому, вот какие еще качества должны быть у мужчины, чтобы тебе понравиться? Хотя ты замужняя женщина, все знают твоего мужа, он замечательный парень, но тем не менее... Конечно, я просто могу описать своего мужа, вот и все. Отмисывай. Во-первых, конечно, мужчина должен быть фантастически красив. Это сейчас говорит супруга Алексея Треймана, правильно? Конечно, а что, ты же видела его? Не, ну, он Брюс Уиллис, да, тут я не буду даже отрицать. Это, конечно, самое главное. То есть, лысый должен быть? Лысый, накачанный, с бешеной такой сумасшедшей мужской харизмой. Вот это вот все мой мужчина, мой идеал. Расскажи о самом неудачном свидании. О самом неудачном свидании? Я могу рассказать о самом таком странном, наверное, комплименте. Это было, наверное, в принципе, и неудавшееся свидание, потому что молодой человек, в принципе, потерял сразу шанс, хотя и был оригинален. Я помню, что я сидела в кафе и ждала подругу, и ко мне подошел мужчина, действительно красивый, очень привлекательный, и я так сразу, а я была, вот, моя дедушка свободная, или мне так казалось, неважно. И я, в общем, как-то так посмотрела на него, он сел напротив меня, заглянул мне прямо в глаза и говорит, как вы ужасно выглядите. Я говорю, что? Я? Он говорит, да кошмар, посмотрите на себя. Я была просто потеряна абсолютно, я потому что не поняла, что происходит, он сидел, поливал у меня грязи, а потом он расцвел и сказал, я бы шутил. Но запомнилась она всю жизнь. Дорогая моя Аврора, если что, вот у нас здесь, помимо тебя, как ты видишь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семеро, если вы вызываете нас, как скорую помощь, мы сразу же, да, как затушим этот пожар, как настоящая пожарная команда мгновенно, а тебе предлагаю выбрать категорию. Ой, девочки, выбор, да, стоит. А ты понимаешь, да, ты сейчас как практически настоящий викинг, ты приходишь на абсолютно еще не исследованную землю, можешь выбрать тебе любой кусочек. Да, я выбираю кино. Точно. В каком городе на улице Строекелись жила Надя Шевелева, героиня фильма Ризанова? Ой, в каком городе Аврора? Савсибург. Правильно. А с какого дверя должен был превратиться герой фильма? Вместе. Правильно. Мужем какой американской актрисы является? Анжелина Жоли. Ага, а на каком корабле с случайными попутчиками оказывается герой? Ситаник. Правильно. Какая актриса сыграла главную роль в детективном сериале? А, Яковлева. Правильно. Какая актриса сыграла главную роль в фильме Молчание? А, Джоди Фостер. Правильно. По мотиву, после какого русского классика снят фильм Вечный муж? Дальше. Ну, это Достоевский, куда звал прийти селянку, как начнет смиркаться герой фильма? Да. Какая итальянская актриса сыграла главную роль в фильме Украшения Страптивова? А, Украшения Страптивова, а это, как ее, господи, ты боже, Арна Лути. Да, правильно. В каком виде происходит действие фильма «Звезда пленительного счастья?» В 19-м. Правильно. Когда Грибутская актриса исполнила главную роль в фильме «Солдат Джеймс». Правильно. А в каком виде тут выступала героиня Ирины Муравьева в фильме «Карнавал». А, в Гикаль, куда там, в Актерске. Да, правильно. Как актриса села вместе с ним. Ким Байсенгар. Правильно. Ура! 12 правильных ответов. Очень высокий старт у Авроры. И теперь остается пожелать удачи остальным участникам. А в игру вступает Антиса Чехова. Дорогая Антиса, я вам с удовольствием повторю тот комплимент, который я сказала при нашей встрече, что мой муж всегда засыпает с вами на экране. То есть он смотрит на вас, доедает свои пельмени, посылает вам воздушный поцелуй и сладко засыпает. Получается, что он засыпает со мной на устах? Практически да. И рядом со мной, под боком. Были ли у вас когда-либо сомнения в вашем бюсте? Были. В детстве я хотела его отрезать. Боже мой! Господи, спасибо тебе, что это не произошло. Что бы сейчас мы в России делали бы? В каком классе это происходило? Неужто вас дразнили? Да, у меня где-то в возрасте 13 лет все, собственно говоря, и выросло. Вот прям такое, как сейчас? Больше, больше, Тимочка. Я похудела с тех пор. Вот, больше, да. И мне все, мои подружки, допустим, вспоминая обо мне в школе, говорили, что сначала из угла выходила моя грудь, потом можно было считать раз, два, три, четыре, пять, и появлялась я. А скажите, пожалуйста, артисты, а запомнили ли вы тот момент, когда вот произошел небольшой щелчок в сознании, и вы поняли, что все подружки находятся глубоко? Ну, это вообще произошло, наверное, когда я на телевидение пришла. Только там оценили вас по-достому. Да, в 19 лет я пришла на телевидение, и мне сказали, зачем ты, ну, как бы, надо же подчеркивать, вот, я делала декольте, и произошел щелчок. Когда женщина работает на телевидении, мы это, как коллеги, понимаем, и тем более в такой программе, как вы, естественно, у людей складывается стереотип. То есть они вас представляют сильной, ловкой, умелой женщиной, а вообще, наверное, представляют вас доктором. Нет, вы знаете, большинство мужчин, у меня только положительный момент от моей профессии, потому что большинство мужчин пытаются так доказать мне свою состоятельность. А то есть они боятся вас, как специалисты, да? Они боятся, что я в очередной программе скажу, был у меня один друг Петя, который в постели ничего не мог. И поэтому они так стараются. Браво! А самый изысканный комплимент, который вам сказал мужчина, вас, наверное, сложно удивить комплиментами. Ну, вообще, мне очень нравится комплимент, не знаю, насколько он изысканный, но я считаю, что если мужчина говорит женщине, что она смешная, это он практически в нее влюблен. Потому что красивая, сексуальная, изящная, там, это все говорят, все, кому не по поводу. А все-таки, чтобы влюбить в себя человека, нужно его рассмешить. Если тебе говорят, что ты такая смешная, значит, уже лед тронулся, господа. На самом деле. Ну что, выбирайте категорию. Так сложно, Тина, я же про все знаю. Ну-ка, я про тоже, но я считаю, что Анфиса. Надо все-таки следовать законам жанра страсти. Да я больше не знаю про страсть, Тина. Прекратите. Я же умоляю. Вот лучше косметика или сладости? Сладости? Да! Сладости, косметика. А страсть, страсть, что же такое страсть? Ну, страсть это сложно. Как давно этого не было в моей жизни? Я же теоретик секса, Тина. Не надо разочаровывать большинство. Я рекомендую. Вы верите вообще в женскую дружбу, то, что женщина может посоветовать хорошую? Тина, честно говоря, верю. Тогда я советую. Косметика. 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 Вот и про верю женскую дружбу. Я настолько привыкла вас всегда видеть как-то так вот напоследок перед сном, что вот напоследок нашей передачи, то есть финале, мне бы тоже очень хотелось вас увидеть. Тем более, когда еще сделаешь приятную собственному мужу? Поэтому я рекомендую вам выбрать косметику. Я надеюсь, Тина, я дойду до финала. Я специально для вашего мужа пошлю прекрасный какой-нибудь воздушный пацан. Спасибо, Анфиса. Косметика. Косметика. У вас есть ровно одна минута. И она начинается прямо сейчас. Какими мимическими складками кожи лица борются при помощи грязевых масок? Какие? Как они называются? Они называются... Мортины лапки. Мортины. Правильно. До 8 килограмм какого-то... Помада. Косметическое средство. Да. Какое косметическое средство превратило ведьму Маргарету, героиню Роману Булгаку? Господи. Что у нас ему на лицо Анфиса? Крем. Правильно. Какие пацаны артисты используют характерный грим для создания веселого и грустного образа? Клоуны. Правильно. Какое косметическое средство используют женщины для обвитания? Правильно. Как называют устройства с лампами для получения св престанского загара? Правильно. Какое современное косметическое средство придает векам глаз? Тени. Желаемы? Правильно. Каким лапинским словом называется уход за ногтями? На руках. Правильно. Какой вид косметики потекся в снец героини песни Валерии? Какой вид стойка? Правильно. Когда Кенадива призналась, что на ночь одевает только пальца. Шонель. А я думала, что это вы каким косметическим средством посыпали парики в эпоху Людовика 14-го? Правильно, какой электробудовой прибор используется для сухих и укладки волос? Правильно, как называют появляющиеся на лице вископик метр? Вископик! Каким английским словом называют процедуру по подтягиванию кожи? Лифтинг. Анфиса. Мужчинам будет страшно, потому что вы страшная интеллектуалка. 14 баллов результат Анфиса Чеховича. Блистательное начало. Это все благодаря Авроле. Ну что ж, дорогие девочки, а сейчас борьбу вступают солистки группы Ассара. Расскажите по порядку, девочки, были ли когда-нибудь у вас, Оля и Арина, сомнения о вашем юсте? Ну, я, наверное, соглашусь с Анфисой. У меня тоже в детстве были проблемы, потому что я всегда была очень маленькой. То есть на уроках физкультуры я стояла последней, либо предпоследней. И, конечно, может быть, не в возрасте 13 лет, но в классе где-то, наверное, в 8-9, с учетом, с учетом того, что я была действительно очень маленькой, у меня уже что-то там вот стало сформировываться. Я действительно очень стеснялась. У нас было две девочки, вот маленьких я и еще одна, вот, которой ничего не было, вот, и которая вот была вот уже с какими-то вот бугорками. Вот, и, конечно, я очень-очень этого стеснялась какое-то время, до тех пор, пока не сказал один мальчик, вот у нас есть две малышки, одна с грудью, другая без. И тут я что-то вот поняла в его словах, что, наверное, та, которая с грудью, что-то в этом есть, и надо этим, наверное, все-таки гордиться. И на второе утро вы пришли в декольте и сказали, вот вам враги, получается. Ну, может быть, в декольте еще смелее стало себя преподносить. Да, слушайте, ну здорово. А как у вас? У меня Тина, в отличие от нормальных девушек, всегда... Вы можете просто мне сразу ответить, у меня Тина, как у вас. Ну, может быть, я не знаю точно, вот. У меня, в отличие от нормальных девушек... Ну, здорово, я отвечу сразу. Это не часы. А, я про грудь. А, это круто. В общем, у меня, в отличие от нормальных девушек, всегда был в период переходного возраста комплекс по поводу того, что у меня начинает расти грудь. Я безумно этого стеснялась. И вот однажды, видимо, моя грудь меня послушалась. Услышала? Да, услышала мои молитвы. И заговорила с человеческим голосом. Она сказала, тих себе, я больше не буду расти. Договорились. Все хорошо. Так вот лень. И вот так мы и как бы перестали. И живем до сих пор. И скажите, пожалуйста, девочки, а самые красивые комплименты, которые вам сказали? Фух. Вот вы знаете, я тут слышала, что девушкам говорили очень часто, ну, точнее, не то, что часто, это обычная история, что на тебя смотрят и действительно говорят, какая ты там красивая, сексуальная. И очень приятно, когда в процессе какого-то затяжного разговора, ну, бывает там по душам, да, час, два, три, а может быть и пять, и все этот разговор длится. А о чем вы разговариваете столько часов? О жизни. Ну, ну, ну. Вот. И неожиданно мужчина просто говорит, боже, какая же ты умная. И это бывает последнее свидание обычно с этим мужчиной. Правильно. Естественно, амфиста. Выбирайте категорию, девочки. Мы тут доспорили просто. Вас двое, вам легче. Наоборот, сложнее. Сложнее? Почему? Ну, потому что вроде как Арина в одной области... Оля не говорит спорт, я говорю, Оль, я вообще не в спорте. А может, просто королевы? Спорт. Давайте. Ой, сбойте. Что? Уже так. Итак, внимание, играют Арина Ритц и Ольга Ватлина, группа «Сарти». Они выбирают категорию спорта. Возьми, играют на одну минуту. Эта минута начинается прямо сейчас. Для этого тебя доберут Виктория Бьер-Марин. Какой вид ритмической гимнастики вела в моду Джейн Фонда в 1980-х годах? В 1980-х годах какую гимнастику Джейн Фонда делала? Господи, да боже мой, слава богу. Какую российскую теннисистку прозвали кричащей Золушкой? Корникова? Да нет, Шарапова. В какой игре существует выражение «пройти в дамки»? Шахматы. Правильно, какие шахматы. Супруга какого футболиста английской сборной выступала в составе группы «Пальцов». Да. Какое победное женское имя носил футбольный кубок мира? Золотая богиня. Богиня, как победа называется? Виктория. Нет, Ника, дорогие девочки, в каком виде спорта проводится кубок Дирюгиной. Правильно. Дальше идем. В каком виде спорта прославила Сирина Родина, автор Ники на рекадание. Правильно, в каком виде спорта есть упражнения на брусья. Все то же самое опять. Правильно, мать какого великого магнитонского царя и полководца звали Олимпиадой. Полководец про него кино сняли. Знаменитый Александр. Чуть-чуть бы подумали, в каком виде спорта прославили сестры Уильямс. Сестры Уильямс в каком виде спорта прославили. Нет, 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 нет. Какой российский гимнастский олимпийский чемпионки посвятила песню группа «Игра слов»? Алина Кабаева. Молодец. Сестры Уильямс, которые занимаются гифтованием, это было сильно. Но, тем не менее, восемь правильных ответов. Я вас поздравляю. Это, конечно, не такой старт, как у Анфисы и Авроры, но с другой стороны тоже неплохо. Трое игроков, точнее трое девушек, использовали свои первые полуфинальные попытки. Но у нас еще впереди тяжелая артиллерия в лице Виктории Пьер-Мари. Так же Наташа Подольская, Виктория Боня, которые еще не показывали, на что они способны, с кем они встречались. И были ли у них когда-либо сомнения в собственном бюсте? Сразу после рекламы вы узнаете ответ на эти и многие другие вопросы. В эфире самые умные игры со звездами. Сегодня затеял самый умный бюст. Продолжают борьбу прекрасные женщины. И сейчас четвертая, свою первую полуфинальную попытку будет использовать Наташа Подольская. Наташа, были ли когда-нибудь у вас сомнения в собственном бюсте до встречи с Владимиром Пресняковым? Ну, до определенного момента в моей жизни у меня были всякие разные сомнения. В том числе и по поводу бюста. Но это было в школе, когда все мы росли, и у всех у нас были разные сомнения. Это далеко в прошлом, и сейчас я уже ничего не помню. Сейчас все у меня хорошо. Ну, наверное, большую роль в этом играет и Володя, потому что мужчина может сделать женщину уверенной в себе и, наоборот, неуверенной в себе. Вот с появлением его в вашей жизни вы стали увереннее в себе? Как вы считаете? Я стала полноценнее в себе. На самом деле он делает мне очень много комплиментов и никогда меня ни за что не ругает. Серьезно? Хороший папа, правда? Хороший папа. Скажите, пожалуйста, а какой самый красивый комплимент от Володи вы слышали? Это было, когда мы познакомились во Франции. В 2005 году мы шли к бассейну в отеле. Я была в купальнике, и он долго-долго, обведя меня взглядом, сказал, Наталья, какие у вас красивые руки. Для этого надо было увидеть вас в купальнике, заметьте. А поповники рискуют? Звонят? Два часа ночи со словами, как ты? Кстати, именно так. Мне пишет Саша, по-моему, из Самары или откуда-то. Он может написать. На Ямаль или куда он вам пишет? Нет, на мобильный смс, причем я не знаю, откуда у него мой телефон. А Володя, честно, она не знает, откуда это. Вот Саша из Собары взял, узнал телефон и пишет два часа ночи. Иногда раздаются звонки в пять часов утра. Наташ, привет, как дела? Это мы. А кто мы? И, в общем, да. И начинается такой смех, смех, смех. И нам мы тоже лежим и смеем, смеемся. С Володей, да? Да, хохочем, хохочем до утра. А у тебя бывает такое, что ты вот берешь трубку, там говорят, Наташа Подольская. Подольская, ты говоришь, да, и тебе прикольно. Вот у меня так постоянно. Ну что, Наташенька, выбирайте категорию. Девочки, сладости или мода? Да, мода, наверное. Мода, ну а с чем там участвовать? А Боня на какие вопросы будет отвечать? Я вот именно два этих как раз для себя выбрала. На страсть. На страсть, сказал Виктория Пьер-Мария. Ну что, сладости или мода? Мода. Нет сладости. Договорились, мода Бонни, сладости вам. Да? Да. Итак, внимание, играет Наташа Подольская, она выбирает категорию сладости. У нее есть ровно одна минута, и эта минута начинается прямо сейчас. Какое лакомство выманило у медведя лиса, героиня сказки Владимира Даля? Сыр. Мед, неправильно. Другая лисичка была сорт какого-то холодного десерта, называется крэм-брюле. Мороженое. Правильно, именем какого французского императора назван слоеный торт с кремом? Наполеон. Правильно, как называются съедобные игрушки из тертого миндаля и сахарной пудры? Труфеля. Это марципаны, неправильно. Как называется стружку, какого пальмового ореха добавляют в кондитерские изделия? Ну, бананы? Бананы? Кокос. Кокос. Правильно, какой медвежонный говорил, мед, если есть, то его сразу нет. Минни-пух. Правильно, как называют шоколад с высоким содержанием какао и без добавления молока? Горький. Чёрный. Чёрный. Правильно, какое лучшее изделие считается символом города? Тулы. Самовадок. Чаневые, пряники. Как называются французские рогалики из слоеного теста со сладкой начинкой внутри? Кросс. Кросс. Правильно, молодец, какие шоколадные конфеты названы так же, как и грибы, растущие под землёй, вы уже назвали? Трюфель. Правильно, молодец, как называют шоколадные десерты из прессованных сахаром семечек или орехов? Постала паспортная такая же, практически. Казина. Правильно, какое же вот это изображено на отвертке конфет-карагу? Оленёнок. Горький оленёнок в пустыне, мама. Верблюд, верблюд. Да, я засчитываю вам этот ответ. Оленёнкова она развела в пустыне. Ну что ж. Такой кошмар. Я даже не слышу вопрос, только вижу голос. Не нервничайте, где есть правильных ответов. Замечательный результат. А в борьбу вступает Виктория Агоня. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте, Тина. Вообще сложно поверить в то, что у девушки, которая стала музой самого Тимати, были какие-то сомнения в бюсте. Хотя кто его знает, были ли они? Ну, все рассказывают, что бюст начал расти у кого-то в 13 лет, у кого-то в 8, в 7 классе. Я вам хочу сказать, что у меня даже в 18 лет бюст не начинал расти. Хотите сказать, что растёт прямо сейчас? Даже сейчас он не дорос ещё. Поэтому, ну, наверное, были комплексы. До 15 лет я комплексовала, на меня не смотрел ни один мальчик. Я была плоским ребёночком. И худенькая, тоненькая, значит. Ну, потом я поняла, что, может быть, это мой плюс, и надо вводить в моду и такие параметры. Поэтому и в жизни, и в итоге я поняла, что бюст – это не самое главное. А какой самый красивый комплимент вам говорили? Самый странный комплимент? Красивый комплимент – как-то это всё банально. Я помню, так же в Америке, когда я была жопастая блондинка, извиняюсь, я шла по улице, и, значит, из автомобиля мне кричали чёрные парни на английском языке. You have the greatest black ass! Вот Фами для меня, Фами, хотел сказать, для меня это был вот комплимент, действительно, потому что сейчас, как бы, мы эсэм гораздо меньше. Я знаю, где вы можете получить такие же ощущения. Если вы пройдёте с черкизовского рынка в короткой юбке, все парни будут ваши! Я была в рюках! Черкизова, мы любим вас! Ну что, дорогая моя Виктория, выбирайте категорию. Ну, остаётся мода для меня, наверное. Мода так мода, как скажете. Вы выбираете категорию мода. У вас есть ровно одна минута. И она начинается прямо сейчас. Как американка Мэри Куан назвала короткие юбки, которые вела моду в 1965 году? Как называются короткие юбки? Да. Какой женский аксессуар в старину называли? Ridiculem. Сочки? Правильно. Какой император вёл в России моду на ношение париков? Усатые, высокие, красивые. Фёдор? Да, правильно. Каким английским словом называется введение серёг в различные части тела? Рейсинг. Да. Одежду какой марки носит дьявол? Если верить названию фильма с участием Мэрилл Стрип. Да. Как называется костюм, представляющий собой соединение верхней части одежды и брюк? Верхняя часть одежды и брюк вместе с лицами. Да, верно. Вера из пушистых перьев. Какой крупной птицы вошли в моду в 19 веке? Верия из чего были? Правильно. Как называется откидной головной убор, прикреплённый к морозу одежды? Да. Какое мифическое племя дало название женскому костюму для верховой езды? Женское племя. Мы про него говорили сегодня. Бои в случае... Амазона. Правильно. Как сказали, назывался кусочек бархата, наклеенный на лицо в виде родинки? Ээээ... Мушка? Алла Соси Чехова и натуральная. Правильно. В какой комедии Леонида Кайдая проходит показ мод мини-бикини 69? Ну? Ну, не знаю. Гипс на руке. Где? Бриллиантовая рубавка с тобой царицей, сыгранной Элизабет Тейлор, создал. Сделал модную египетскую подводку для глаз. Египетская царица. Клябатра. Молодец. Молодец. Ну что, слава богу. Один из правильных ответов. Это совсем не страшно. Что ж, Виктория Боня использовала свою первую балджинальную попытку с результатом в 11 баллов. И сегодня она сладкая. Виктория Бьер-Марис, пульт номер 6. Ну что, Виктория, были ли у вас... Здравствуйте, дети. Здравствуйте, мама. Скажите, пожалуйста, Виктория, были ли у вас когда-то сомнения в собственном бюсте? Это было главным, так сказать, главной темой школы. Серьезно? Конечно. А как это было? Ну как, я бегала по пляжику еще в пионерском лагере. И так же полагалось со всеми маленькими девочками, что я такая же еще маленькая и бегала просто в трусиках. А размер уже типа второй. Ага. Вот. И вместе там... Пионер-мажет, я не понимаю. Пионер-мажет. Вика, одень маечку, маечку. Ну у меня в сознании не было, что сейчас происходит. Ну а скажите, были ли какие-нибудь самые вот такие, ну не то, что несуразные свидания, зная ваше чувство юмора, я могу предположить, что в принципе ухохотались до того, что в принципе просто подружились? Просто да, мужчины всегда попадают в казус, потому что я никогда не разговариваю с людьми серьезно. Вообще вся жизнь для меня это большая авантюра и соответственно моя реакция на нее такая же. Я однажды шла, молодой человек говорит, девушка, с вами можно познакомиться? Я говорю, две тысячи евро. Он говорит, вы что, проститутка? Я говорю, проститутка обойдется вам гораздо дешевле. А скажите мне, Датурич, вот как выглядел, ну скажем так, мужчина, которого вы любили больше всех, самая большая любовь в вашей жизни, как она выглядела? Он еще никак не выглядел. А он еще и смотрит нас по телевизору. Мифический герой. Боже мой, позвони Канделаки, я дам тебе телефон Пьер-Марии, мифический жених. Был один комплимент от одного мифического тоже героя, он сказал мне, он как-то меня тоже увидел где-то, молодой человек. Но я на него тоже как-то положила глаз в том плане, что он был физиологически неплохо сложен. И когда мы стали соприкасаться в общении, он сказал, Виктория, буковка Р, заметьте, активная, Виктория, гражданин Одессы, Вы с ума сойти, какая красотка. Вы просто с ума сойти, сумасшедшись, феерически красиво. Смотрю на вас и себя вспоминаю. Тогда напоследок, а чего можно рассмеяться в постели? Приходите лучше, я вам покажу на практике. Вы знаете, просто глядя на вас, у меня всегда возникает такая странная фантазия, Ансиса Чехова не даст соврать, что вот, ну, как бы, все хорошо, все прошло нормально в постели, там, да, да, да. И вдруг, вот, в какой-то момент мужчина обязательно должен, глядя на вас, сказать, Вик, спой, а. Ой, спой, пожалуй. Это происходит, да, само по себе, конечно. Да? То есть реально, вот, после всего они говорят, а теперь спой. Мы, мне не надо говорить, все происходит во время, я распеваюсь во время всех действий. Можно это услышать? Да. Так. Нет. О, мая бейби, мая лидер бейби, you wanna me, you die, you send your song, you love my heart. Я думаю, что в этом случае просто секс будет удивительным, если вначале послушать Викторию Пьер-Марии. Я надеюсь, что вы сегодня блистательно выступите в нашей программе, выбираете категорию. Я возьму страсть. Итак, внимание, вы выбираете категорию страсть. А что делать? Будет горячо, как говорит артистик Ехова. Так говорила о сексе громко, надо что-то предпринять. У вас есть ровно одна минута, и эта минута начинается прямо сейчас. Внимание, время пошло. Какое животное, согласно поговорке, можно полюбить, поскольку любовь зла полюбишься? Да! Какая гимнастская горилла по сюжету фильма 1933 года влюбилась в красавицу Фейрей? Горилла, как называлась? Горилла обезьяна, как она называлась? Это большая обезьяна, любившая маленькую женщину. Да! О каком растении? Загадка цветы ангельские, а когти дьявольские. Самое красивое растение, цветок дарят мужчины розы. Возлюбленная какого-то благородного шермутского разбойника была Мэрион. Разбойник шермутский. Первый вор в законе. Робин Гуд. Правильно! Как звали возлюбленную Гамлетов в трагедии Шекспира? Ну, она. Молодец. Какая певица в фильме «Телл Хранитель» исполнена песню «Я никогда буду любить». Да, о страстном увлечении, какого азартной игрой повествует роман Достоевского «Егрок». Чем увлекались в игре? Как ты как увлекались? Да рулетка, когда рок-опера повествует о страстной любви русского графа Рязанова и испанки Кончиты. Вы знаете, Кончиты и Рязановы, где любят друг друга. Ну, Линкон, театр. Это гениальная, блистательная роль. Ну, Юнона, я вот как называют страстного любителя музыки? Кто он, страстный любитель музыки? Меломан. Молодец. Ну что, шеста своих ответов. Пока. Первая попытка. Мне не терпится вместе с вами посмотреть на турнирную таблицу. Лидирует дамы и господа Антиса Чехова. 14 баллов. На втором месте. 12 баллов Аврона. Виктория Абоня. 11 баллов. На моменте должна быть одна. Следом идет четвертая. Наталья Подольская. 9 баллов. Арина Ритя и Ольга Баклина. Группа Сорти. 8 баллов. И Виктория Бьер-Мари. Пока 6 баллов. Кто выйдет в финал нашей сегодняшней игры? Кто завоюет звание самого умного бюста нашей страны? Оно еще вакантно, но буквально через несколько минут оно будет занято. Раз и навсегда, сразу после рекламы на телеканале СНБ узнает имя самой умной девушки, самым умным бюстом. Мы продолжаем «Звездные войны» на самом умном. Сегодня на подиуме самые красивые девушки страны. А знаете, за что они борются? За звание самого умного бюста! Итак, мы продолжаем борьбу. Первые полуфинальные попытки использованы. Смотрим турнирную таблицу. Лидирует, конечно, Анфиса Чехова. 14 баллов. Следом идет «Аврора». 12 баллов. На третьем месте Виктория Боня. 11 баллов. На четвертом месте Наталья Подольская. 9 баллов. На пятом месте Арина Ритя и Ольга Ваджина. На группа Ассорти 8 баллов. И у Виктории и Пьер Мари пока 6 баллов. Пока. Пока. Потому что на экране, дорогие девочки, осталось еще 6 категорий знаний. Это искусство, королевы, литература, романсы, цитаты и секреты. Каждая из вас использует еще одну полуфинальную попытку, после которой я назову вам тройку финалисток, которые будут бороться за звание «Самый умный бюст». Аврора, вы первая. Что делать? Делать не встало делать. Я вам скажу, у вас 12 баллов, то есть вы в очень такой твердой позиции претендуете на выигрыш. Ой. Я рискну и попробую категорию «Секрет». Да? Сложная категория, между прочим, Аврора. Сложная, да. Опасная категория. Как подруга подруги говорю. Ну, что делать? Мы не привыкли отступать. Сложных путей ничек. Ну что, хорошо? Сложных путей ничек. За то, что она выбрала очень сложную категорию. Сегодня в «Секрете» зашифрованные кавалеры. Уж где-то должны же были быть на нашей программе мужчины. И они как раз прячутся за категорией «Секрет». Как называют мужчину, у которого есть невеста? Жених. Правильно. Какой музыкант, муж Эври Дики, при помощи лиры мог приручать диких животных? Правильно подсказываю. Правильно, да. Какую женщину в «Современнике» называли музей великого сюрреариста Сальвадора Долит. Да. Героиня какого биретта Штрауса, надев карнавальную маску, влюбила в себя своего мужа. Это. Ну, летучая. Летучая мэш. Правильно. Какой титул получила от Людовика Пятнадцатого его фаворитка Жанна Пуассон? Ну что она там могла получиться? Герцогиня. Маркиза. Неправильно. Так звали возлюбленного Эммой Гамильтона, которым она тосковала после умибили. Правильно. Какая спартанская царица увлеклась красавцем Парисом и сбежала из них в Трою? Правильно. От какого десятиклавого чудовища Иван спас Марию Красу Долгу Красу? Правильно. В какой сказке братьев Гримм Королевич разбудил принцессу от столетнего сна? Ну, она спала. Вообще красава. Правильно. Какой дворянский титул прислал себя авантюриста Сердце Джузеппе Бальзамо, взял фамилию Калеостров? Да. Какой части света был создан Эпаса Царевича, ранен спасающим возлюбленную Ситу? Ну, какой части света? Часть света? Европа. Ну, какая? Здравствуйте. Где там-то Ситу увидела в Европе-то? В Европе вам подур гуляла, а это Азия была, Авророчка. Но, тем не менее, девять правильных ответов, внимание, приносят в сумме Авроре 21 балл. Замечательный результат. Анфиса Чехова, ситуация была лучше на два балла. У нее 14 баллов. И всем, конечно, интересно, Анфиса, сможете ли вы закрепить этот результат? Я самой интересно. А как уж интересно моему мужу. Так, вот знаете, я с... Тина, я склон... Вот из двух, наверное. Я, правда, не знаю, что такое цитаты. Я читала в детстве сборник цитат, я все время ими сыплю направо и налево. Серьезно? И ваша любимая цитата какая? Кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет причины. Вы выбираете категорию цитаты. Убатись, ровно одна минута. Как вы говорите, скажите мне, будет горячо. Будет горячо. Из какого языка пришла в Россию поговорка? Шершеляфан. Француз. Ищите женщину, правильно? Как правильно продолжить пословицу? Чего хочет женщина? Да. Кому сказочный волк пел? Ваша мама пришла там. Как молока принесла? Правильно. В каком мюзикле? Об Эсмеральде звучат слова. Браво! Мужчина превращает в красота. Правильно. Говорит Аврора, какого роль такой? Странный сказал, что легче примирить всю Европу, нежели нескольких женщин. Оттуда же Шершеляфан было. Француз. Правильно. Какой роман Льва Толстого начинается словами? Все счастливые семьи похожи друг на друга. Анна Каренина. Правильно. В каком советском фильме звучит песенная строчка? Об Белосонцев в породе. Правильно. В каком романе в стихах Пушкина есть строка? Евгений Омигин. Да. То есть герой Велосонцева уверял, вам дали гораздо лучше мех, чем шанхайские басты. Мастабендер. Правильно. Героиня какого фильма сказки говорила, крошки мои, за мной. Но. Не знаю. Бедняжка, маленькая, золушка. Золушка. Дальше в какой пьесе Шекспира есть слова? Нет повести печальной на свете, чем повесть. О, Джульетти. Правильно. Кто из героев фильма «Москва слезам не верит» заявил, шашлык, гонка. Джамский круг, гонка. Правильно. В любое, какого средневекового арабского поэта гласила, любовь, украшение людей. Я знаю только Амара Хаяма, может быть. Умничка моя, вы красавица. 12 правильных объектов приносят вам в сумме 26 баллов. Спасибо. Я бы это сказала. Ну что ж, а я перехожу к арене Ритсе Ольге Ватлиной. Ну что, девочки, здравствуйте. Мы же, как обычно, спорим. Спорить? А что вы хотите? Расскажите. Искусство романса. Искусство романса? Да. Ну, знаете, так как вы девочки вдвоем, поэтому вы должны помочь подружкам и взять искусство. Так, если мы не хотим помогать подружкам. А если вы настоящие блондинки, то берите романсы. Тина, романсы. Романсы. Две блондинки поняли. Что просил плеснуть в крустальный мрак бокала герой романса? Да. В каком фильме Эльдара Рязанова прозвучал романс? Мне нравится, что вы больны. Но слова какого поэта Михаил Гринка написал романс? Я помню чудное мгновение. Мужкин. Правильно. Какой звул согласно романсу 19-го дня? Вечерний. Вечерний. Правильно. К какому заветному небесному телу герой романа обращается? Гори. Правильно. Вроде какого дерева ночи напролёт сводили с ума герои песни из фильма «Дни турбиных». Не знаю, что я белые акации. Какой актёр исполнил песню «Любовь и бедность» в помедии «Здравствуйте, я ваша тётя». Реакет. Ну, правильно. В каком фильме Валентин Гафт исполнил романс гусарского полковника? О бедном гусаре замолвите слово, какой актёр сыграл роль парадова в фильме «Жестокий роман». Правильно. Валентин Гафт исполнил романс одинокий. Правильно. Какое дерево носило названное в романсе на слова Сергея Есенина? Клён. Правильно. На песне «Какой печальной страны» герой романса просил мне петь красавицу. Ой, блядная бача. В Грузии какой русский композитор создал в начале 19 века романс «Соловей». Кто-нибудь знает песню «Соловей»? Да. Это песня «Соловей». Алябьев. Вы явно перекрашенная. Да. 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 У меня просто... Я вдруг поняла, что у меня «Соловей» от Алябьева абсолютно не... Вот прям они вот так и сомлеены. Я же вижу по телевизору, что вы брюнетка в прошлом. Десять правильных ответов приносят в сумме группе «Сарфи» 18 баллов. После того, как три, вернее, четыре девочки использовали свои вторые полуфинальные попытки, смотрим на турнирную таблицу для того, чтобы рассказать вам о предварительных итогах. Анфиса Чехова, гигант мысли, 26 баллов. Аврора, вице-гигант мысли, 21 балл. И группа «Сарфи» Арина Рису и Ольга Ватлина, 18 баллов. В общем, дорогие друзья, скоро узнаем, кто пройдет финал сегодняшней игры и будет бороться за звание. Самый умный бюст страны. В эфире «Звездные войны» на самом умном. Идет борьба. Накалились страсти. Мы хотим определить самый умный бюст страны. Внимание, в борьбу вступает Наташа Подольская. Ну что, Наташенька, искусство королевы литературы. Мне кажется, судя по тому, как ты отгадываешь, я взяла литературу. Тогда литература. Да? Тогда было. Ну что ж. Ну точно не королева. Ну смотри, хочешь попробуй? Из литературы. Итак, внимание, играет Наташа Подольская. Она выбирает категорию литературы. У нее есть ровно одна минута. Эта минута начинается прямо сейчас. Какой поэт сказал о русской женщине? Коня на скаку остановит. На букву Н начинается поэт. Некрасов. Правильно. Кому Маргарита, героиня Романа Булгаково, подарила шапочку с вышитой желтой буквой М? Мастер. Правильно. Каким рудом заблодил гребнегреческий герой Езон благодаря волшебнице Медеи? Золотой. Правильно. Через на руку обо-возберега девочка Алиса попала в страну чудес. Ну, кто это? Правильно. Кому жительницу пруда Дуримар назвал плавучим чемоданом и глупой теткой? Черепаха. Ну, правильно. То есть, мушкетером героя Романа Дюмаца был мужем Миледи. Муж Миледи. Муж Миледи. Отец. Артос. Атос. Правильно. Героиня сказки, какого русского поэта хотела быть владычицей морскою? Пушкин. Бабка старая. Правильно. Как звали волшебленную легендарного рыцаря Тристана? Правильно. Как звали девушку, которую полюбил грей-капитан корабля с салыми борцами? А, это же песня. Ну, ты знаешь. Молодец. Какому библейскому персонажу змеи внушил вкусить запретный плод в древо познания? Ну. Адаму. Адаму. Еве. Какой великий английский драматур в салфу комедию. Упрощение строптивы. Какой-то Шекспир, конечно. Такой, который Шекспир. Ну, ладно. Ну, как же змеи мог дать вкусить плод Адаму? Это просто библейская тема. Я вспоминала. У вас в Пресняковом дома просто домострой. Я понимаю, что он первый все ест, но нельзя же это дополнить. Я сначала вспоминаю. Адаму ела. Ну, ладно, не оправдывается. Десять правильных ответов приносит сумме Наташи Бодольской. 19 баллов. И она переигрывает группу Ассорти. Да, переиграла. Но это еще не все. Потому что, в свою очередь, Виктория Боня может еще переиграть Наташу Подольскую. Ну, давайте искусство, в конце концов, кто-нибудь поможет. Виктория Боня выбирает категорию искусство. Там категорики будут... Ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. В каком городе постоянно выставляется Джаконда кисти? В Париже. В каком виде искусства подделочными материалами являются драгоценные металлы и камни? Виды в ювелирном. Правильно. Как зовут мужчину, изображенного дюрером на одном дептихе с Евой? С Евой. Какой мужик там? Да, да. Правильно. В такой московской галерее хранится картина флавицкого княжна Тараканова. В Москве одна галерея, самая крупная, большая. Это Викторская. Молодец. Выставка таких деревьев, украшенных от кутюр, проходит под Рождество в Париже. Ёлок. Правильно. В культуру какой святой уроженки города Магдалы создал в 16 веке Грегор Эрхард. Магдала. Мама Мария. Правильно. Столетний юбилей какой статуи праздновался в саду Завода? Правильно. На какой картине Васнецова сестра тоскует о пропавшем брату и бабушке? Иванушка. Правильно. По сюжету поэмы какого поэта написана картина Сомова Людмила в саду Черномора? Не знаю, что вам подсказывает Подольская Пушкина. Как называется скульптурное изображение женской фигуры, поддерживающей перекрытие здания? Афродита? Нет. Это муж совместный. А-а-а. Ну да, не буду вас мучить, вы точно не знаете, это кариатида. Но, моя дорогая, я хочу вам сказать, что вам удалось невозможное, вы достигли результата Наташи Подольской при помощи Наташи Подольской. Теперь у вас у обоих по 19 баллов, и вам придется бороться, я думаю, за третье место. Ну, посмотрим, что сделает представитель тяжелой артиллерии Виктория Пьер-Мари. Знаете, а можно попросить вас, вот когда мы будем играть, снять вот эту тунику, которая на вас сверху, потому что на вас такая красивая блестящая кофта. Да? Да. И зато продемонстрировать кофточку, да? Да. Попрошу вас. Но вот это совсем другое дело, теперь вы выглядите как настоящая королева. Я директор уже. Что было? Королева на спорте, а теперь королева при исполнении служебных обязанностей. У вас есть ровная одна минута, осталась категория королевы, и ваша минута начинается прямо сейчас. Тираня какого романа камеристка Бонасье помогла королеве вернуть алмазные подвески? Роман как назывался? Три мушкетера. Правильно. Тюма. Я написал сказку о снежной королеве, которая увезла нас в своих санях. Андерсон. Правильно. Какое чудо света было названо именем царицы Семирамиды? Пирамиды. Висячей саду. А, висячей. Какой киноэпопеи Натали Портман исполнила роль королевы Амидалы? Ну, киноэпопея в серии Юрия Бурга. Звездный Бурга. Звездный Бурга. Правильно. Под каким именем карнавал из нарусский престол немецкая принцесса Фике? Любила мужчин сильно. Очень. Екатерина. Правильно. Какой африканский водопад путешественник Ливингстон назвал именем английская королева? Вас так зовут? Виктория. Правильно. Какие светы королевы из сказки 12 месяцев приказала доставить в дворец на Новый год? Правильно. Знаете, у какой героини мультфильма Шрек 3 была королева Лиллиан в Шреке? Как звали? Принцессу главную? Мюншиона. Правильно. Как представилась герой царица фильма Иван Васильевич меняет профессию? Представь. Ну, Подольская не знает. И я не скажу. Как представитель герой царицы? Марфа Васильевна. Господи, да. Ужас какой. Товарищи, что же ты? Мы забыли, да? Да, все закончилось. Очень хорошо. Еще последний. Какого сибирского крестьянина приблизила к двору императрица Александра Федоровна? Сибирский крестьянин Бородаке. Распутина. Молодец. Правильно. Дорогая Виктория, вместе с вами, я имею в виду, Саташа Подольская, Виктория и Боня сумели дать 8 правильных ответов, которые в сумме вам приносят 14 баллов, и вам не удалось переиграть соперницу. А сейчас смотрим на турнирную таблицу. В финал сегодняшней игры выходят Анфиса Чехова 26 баллов, Аврора 21 балл. И за третье место сейчас будут бороться Наташа Подольская 19 баллов и Виктория Боня тоже 19 баллов. Это называется «Наподсказывались девочки». На пасашок. Наташа и Виктория, сейчас вам будут предложены 8 слов, а вы должны будете связать эти слова попарно. Например, допустим, богиня любви и страна. Я думаю, что вы, девочки, быстро догадаетесь, что, конечно, Лада – это богиня русская. Фрея – это, безусловно, богиня немецкая, то есть ей соответствует Германия. Но шакти, конечно, индийская, и Иштар – это богиня древних вавилонян. Решающее значение в этом гейме имеет быстрота вашего решения. Поэтому, Наташа Подольская, я вас умоляю, решая, сразу не подсказывайте. Та из вас, которая первой сумеет правильно, попарно сложить эти 8 слов и пройдет в финал. Виктория, вы готовы? Ой, я. Наташа, вы готовы? Ну что, с богом. Я объявляю решающий геймбот. Ваше задание вам нужно связать попарно. Реку и город. Время пошло. Время пошло. Ну, конечно, Нева протекает в Санкт-Петербурге. Безусловно, что Висла протекает в Варшаве, так же, как и Эльба протекает в Дрездене. А Темза... Эх, кто не слышал эту песню Земфиры про тот самый знаменитый мост? Конечно, в Лондоне. Ну что ж, называю имена сегодняшних финалисток. Конечно, это Анфиса Чехова – 26 баллов. Конечно, это Аврора – 21 баллов. И после той непосильной работы, которая была проведена по помощи своим сотоваркам в игре, наверное, будет справедливо, если победит Наташа Бодольская. А сердечко так отбьется. Что касается остальных девочек, девочки из группы Ассорти, просто очень серьезные соперницы. Кто бы мог подумать, что Анфиса Чехова и Аврора выступят с результатом 26 и 21 баллов. Вы выступили очень достойно, просто сложно было переиграть. То же самое хочу сказать и Виктория Пьер-Мари. За шестым пультом стоять очень тяжело. Ну а что касается вас, дорогая Виктория, ну буквально вам не хватило просто удачи, будем называть это так, потому что интеллекта явно хватило с лихвой. Я думаю, что вы сумеете перейти из разряда соперниц в разряд подруг, тем более, что на игровом подиуме это очень сильно чувствовалось, и понаблюдать за тем, как эти три достойнейшие женщины с абсолютно разными размерами бюста все-таки определят наконец-то, какой бюст самый умный. Мы продолжаем самые умные игры со звездами. На подиуме три прекрасно обворожительной, роскошной женщины Анфиса Чехова в финале сегодняшней игры. Аврора и Наташа Подольская. Мои дорогие девочки, кто бы сегодня не стал обладательницей титула самый умный бюст, я хочу вам сказать, что все мы здесь очень хорошенькие. И главное, что у нас будут показывать по телевизору ближайшие 20 минут, поэтому уже даже абсолютно не важно, кто выиграет. Но тем не менее, для начала играем в дешифровщик. Внимание, девочки, как зовут мужа курицы? Пять букв! Время пошло! Не соображаю. А что нужно сделать? У меня! Господи! Божья курочки, конечно же, зовут петух. Первое задание у справилась Анфиса Чехова. Она за красным пультом. Второе задание у справилась Наташа Подольская за желтым пультом. И за синим пультом Аврора. А сейчас, девочки, объясняю правила финального раунда. За вами на табло 36 ячейок. По моей команде на несколько секунд табло откроется, и вы все увидите свои ячейки. Они соответствуют цвету пульта, за которым вы стоите. Соответственно, ваша Анфиса красного цвета, ваша Наташа желтого цвета и ваша Аврора синего цвета. Если вы выбираете свою ячейку, и правильно на нее отвечаете, я ставлю вам 2 балла. Если вы выбрали ячейку соперницы, и правильно на нее ответили, я ставлю вам 3 балла. Если вы случайно попали на ячейку, которая окрашена в серебристый цвет, это категория общей знания, за это вы получаете 1 балл. На обдумывание 10 секунд. Теперь, прежде чем открыть табло, я бы хотела узнать, какая у кого специальная тема. Что вы выбрали, Анфиса? Я выбрала несвойственную мне тему, великие любовники. Что у вас, Наташа? Мне достались шляпки. Вы любите шляпки? Да, это не видно всего. Да, это очевидно невооруженным глазом. А что у вас, Аврора? Я, как большая любительница кино, естественно, выбрала мелодрамы. Настас, сразу не скажи, что вы какие выросли на индийском кино. Да, да. Внимание, дорогие девочки, на несколько секунд я открою табло. Смотрим на экран. Все готовы? Ну что ж, мы вступаем в финальную стадию борьбы по результатам дешифровщика. Первой стартует Анфиса Чехова. Единственная цифра, которую я запомнила, только потому что до нее идет цифра моего дня рождения, это цифра 22. 22 ячейка, начинаем борьбу. Ваша, какой президент США был так сильно влюблен в актрису Мэрилин Монро, что повесил ее портрет в своем рабочем кабинете? Ой, как сильно любил ее, что даже убил. Кеннеди. Да, абсолютно верно, Джон Кеннеди. Какая дорогая Анфиса. Кто знает, в чем кабинете висит ваш портрет. О, боюсь даже себе представить. Два балла, абсолютно верно. Замечательный старт. Наташа, я запомнила свою любимую цифру, цифру 7. Цифра 7. Открываем ячейку под номером 7. Ваша тема, головные уборы. Беру какого русского поэта принадлежит строка. Я иду долиной на затылке Кепи. Есенин. Берга, два балла, молодец. Аврора. Я точно помню, что синий был квадратик под номером 1. Мы сейчас его раскроем и посмотрим, что там. Дам ваш вопрос. В каком американском фильме, снятом в 1939 году по роману Маргарет Митчелл, Вивьен Ли сыграла роль Скарлетта Хара? Ну, это совсем несложный, конечно, вопрос. Конечно. Унесенный ветром. Берга, два балла. Девочки, вы замечательно стартовали, поэтому продолжаем борьбу. Анфиса, ваша очередь. Вот еще помню, была цифра 13. 13. Конечно, вам эта цифра должна привести удачу. Ваш вопрос. Последними словами какого правителя 19 века были слова Франция? Армия. Жозефина. А еще он говорил, Жозефина, детка, пожалуйста, до моего отъезда не мойся. Наполеон. Наполеон, верно, два балла. Наташа Подольская. 12. 12 ячейка. Ну-ка, ваша. Какой головной убор, напоминавший древний русский шлем, носили красноармейцы? Это, конечно, Буденовка. Конечно, Буденовка, два балла. Я перехожу к Авроре. Я выбираю цифру 3. Цифра 3 будем надеяться синего цвета, который так подходит цвету вашего платья. Какой режиссер снял одну из самых известных советских мелодрам? Фильм «Москва. Слезам не верит». Удостойный премии «Оскар». Это Владимир Меньшов. Легенда гласит, что он услышал по радио, или кто-то ему сказал, что ему дают «Оскар». Два балла, вы абсолютно правы. Третью ячейку открывает Анфиса. Так, еще помню, вот 18. 18-я ячейка. Откроем ее. Ваша. Какой итальянский авантюрист считал шоколад необходимой частью любовных игр, а для поддержания формы ежедневно съедал по сырому куриному желтку? О, боже, что за извращенец. Наверное, итальянский любовник Казанова. Казанова, верно, два балла. А как специалист, что вы рекомендуете? Помогает ли ежедневно съеденный желток повышению потенции? Вы знаете, желток очень аллергенный продукт, поэтому вместе с потенцией можно заработать сыпь на разных интимных местах. Боже, какой ужас, два балла. Я перехожу к Наташе. Наташа, ваша очередь. Помню последнюю строчку. Не давайте Володе сырой желток. Тридцать два. Тридцать вторая ячейка. Он же певец. Как нет? Как без желтка он, певец. Певец, то есть он постоянно ест сырой желток? А так и не скажешь. Какая высокая мужская шляпа с узкими полями стала модной в Европе в девятнадцатом веке? С узкими полями. Высокая? Высокая. Это цилиндр. Цилиндр, два балла, верно. Аврора. Давайте попробуем открыть номер четырнадцать. Благо, это ваша ячейка, поэтому мы правильно сделали, что открыли именно эту ячейку. Как звали главного героя советской мелодрамы? Цыган, роль которого исполнил Михай Балантир. Ну не только на индийских мелодрамах, конечно, но мы выросли. На фильме «Цыган» тоже. Конечно, этого героя звали Будулай. Будулай, Романов, абсолютно верно. Два балла. Три ячейки открыты, смотрим на турнирную таблицу. Анфиса Чехова шесть баллов. Наташа Подольская шесть баллов. Аврора шесть баллов. Все время хочется сказать «Доктор». Анфиса, прошу вас. Я сегодня без стетоскопа. Вы даже не послали воздушный поцелуй моему мужу, я уже молчу об этом. Это, ну, а, да, но это финал еще не закончится. Если выиграете, вы имеете в виду? Да. Боже мой. Это подкуп должен остаться. Да, ну и муж даже меня никогда не ждал. Ну что, 31. 31 ячейка. Внимание на экран. Ваша тема. Внимание на экран. Это картинка, то есть фотовопрос. Какому легендарному французскому дуалянту и любовнику установлен на его родине этот памятник? Не знаю, кому установлен памятник, но судя по носу, это все равно да без жрак. Так, скажите, пожалуйста, а нос вообще является ли залогом, да? Залогом, да. Хорошо проведенный нос. Да. Как показ, практика нет. Два балла, абсолютно верно. Наташа. Цифра 30. 30, давайте откроем эту цифру, это ваша тема. Какой головной убор десантников бывает черным, голубым и крабовым? Беретки. Да, верно, два балла. Аврора. Цифра 24. 24 ячейка. Ваша. Какая советская актриса сыграла главную женскую роль в фильме 1985 года «Зимняя вишня» в паре с Виталием Соломиным? И это актриса Елена Сафонова, продолжательница знаменитой актерской династии. Конечно, и фильм был настолько популярным, что сняли «Зимнюю вишню» 2, «Зимнюю вишню» 3. Я вам ставлю два балла, перехожу к Антисе Чеховой. 34. 34 ячейка. Она ваша. Возлюбленным какой итальянской актрисе Марчелло Мастрояни стал, по слухам, во время съемок фильма «Брак» по-итальянски? Ну, я бы, честно говоря, тоже стала бы ее возлюбленным, если бы снялась не в одном фильме. Софи Лорен. Софи Лорен, абсолютно верно. Наташа. По-моему, был номер 17. 17 ячейка. Внимание на экран. Категория общей вопроса. Наташа, смотрите, если вы промахнулись за ячейки, важно всегда отвечать правильно. Ну, то есть хотя бы этот балл не потерять. Какая героиня сказки Андерсона стала в далеких краях королевой эльфов? Какая героиня сказки. Бабочка? Нет, она была такая. Господи. Не Золушка. Маленькая девочка. Фея. Димовочка. Ну как уже, даже уже засчитать-то не могу. Маленькая девочка это... Димовочка. Молодцы девочки, только поздно. Вы, скорее, не зарабатываете ни одного балла. А я думала, Золушка у меня заклинилась. Я уже молчу, девочки, о том, что Золушка это Шарль Перо. Перехожу к маме, а вы не зарабатываете ни одного балла. 25. 25-я ячейка. Внимание на экран. Ваша тема. Какая бразильская теленовелла стала первым латиноамериканским сериалом, показанным по телевидению СССР? О, если бы я, конечно, умела петь, я бы напела эту музыку, потому что, мне кажется, все мы это будем помнить до самых последних дней. Это музыка с кинопилем Рабыни и Саура. Рабыни и Саура это первый сериал. Гениальная сериал. Теленовелла. Я смотрела ее вместе с бабушкой. Невозможно было бы за уши даже оторвать этот экран. Наташа, неужели вы видели этот сериал? Мы играли в Рабыни и Сауру в садике. Боже мой. А вы играли где, в Рабыни и Сауру? Ой, это первая такая садмаза на советских экранах, когда он хлыстом ее так. Когда он все. Да, да, кстати, все. Я тоже любила Рабыни и Сауру. Так, боже. Я уже совершенно не помню, но мне кажется, два. Что-то мне подсказывает. Вторая ячейка. Баша. Какому шекспирскому персонажу в экранизации? Франко де Ферреи. Возлюбленная помогает забраться на балкон, схватив того за волосы. Шекспирский персонаж. Она схватила за волосы. Ну, я знаю, в принципе, Франко де Ферреи только один персонаж. Ну. Ромео. Ну, конечно. Вы получаете два балла. Это правильный ответ. Я перехожу к Наташу Подольской. Мне кажется, если не 17, значит 15. Мне тоже кажется, что 15 должно быть вашим. Ваша. Из какого материала обычно изготавливали канутье, шляпы с круглой плоской тульей и ровными полями? Из какого материала? Если канутье, то, наверное, из соломы. Молодец! Забала! Наталья Подольская! Аврора. Давайте откроем 35. 35-я ячейка. Ваша ячейка. Как называется музыкальная голливудская мелодрама 1961 года, в основу которой положена трагедия Шекспира, Ромео и Чульетта. Если я, конечно, ничего не путаю, то это висайская история. Правильно, потому что вместо Монтеки и Капулетти, там Пуэрториканцы противостоят ирландцам. Вы зарабатываете 2 балла. Позадь 6 ячейок смотрим турнировую таблицу. Антиса Чехова. Ни одной ошибки. 12 баллов. Аврора. Ни одной ошибки. Наташа Подольская. Одна ошибка. 10 баллов. Буквально несколько минут отделяет нас, дорогие друзья, от церемонии награждения. Звездные войны на самом умном продолжаются на подиуме. Писанные красавицы отечественного телевизора. Анфиса, 3 ячейки, 3 вопроса. Говорите, какую открывать. За Анфису болеет вся страна и весь зал, естественно. Мужчины успокойтесь. Говорят 9, поверю, поверю, 9. Ой, говорят, мои тараканы в голове говорят мне. Внимание, 9 ячейка. Это ваша тема. Спасибо тараканам. Роль новой девушки какого британского суперагента исполнит украинская фотомодель Ольга Куриленко. А кто это? Кто так роль? А роль какого агента? Не, ну агента я знаю только одного британского, это Джеймс Бонд. Абсолютно верно. А вы не знали, что новая девушка Бонда Ольга Куриленко? Нет, она красотка. Она красотка. Я вчера видела фильм французский, один с ее участием. Я сидела, и я не знала, что это она. Я сидела и смотрела, боже мой, какая красивая девушка. Просто вот явно будущая звезда масштаба серьезного, планетарного. И вдруг я вижу потом титры, специально посмотрела. Ольга Куриленко. Она пусть все отдала, чтобы с Дэнилом Крейгом, конечно, сыграть, но вряд ли мне когда-нибудь выберут сюжет девушки Бонда. Но я могу вам сказать, а я девочки его видела живьем и даже немного трогала. Но у него невеста, и как у него в жизни он еще лучше. Два балла получает Анфиса Чехова. Я перехожу к Наталье Бодольской. Номер пять. Номер пять. Смотрим на экран. Четыре или пять? Сороканы, опять же, говорят. Внимание, открываем четвертую ячейку. Ваша. Это фото-вопрос. Каким цветам по одной из версий дали название головной убор, изображенный на этом рисунке? Даже если не знать ответ на этот вопрос, то можно предположить, что это тюльпан. Да, верно, два балла, абсолютно верно. Тюльпан произошло от слова тюльпан. Вы зарабатываете два балла. Я перехожу к Авроре. Я выберу 33 для начала. 33-я ячейка. Внимание на экран. Ваша. Сколько раз всегда звонит почитатель.